Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на канал Стелла Кейв. Перед началом не забудьте подписаться и поставить лайк, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Ссылочка на него будет указана обязательно ниже в описании. Сегодня на моем канале очередная страшная история. В прошлую субботу не вышло выставить видео про клоуна, поэтому ролик с клоуном выходит в эту субботу. Обязательно все ставьте колокольчики, чтобы не пропустить, там просто пипец произошел. Не буду много застрять внимания. Про ролик с клоуном в этом видео просто ставьте колокольчики и не пропустите в эту субботу. Также хочу напомнить, что если у вас есть своя страшная история, которую вы хотели бы мне рассказать, и хотели бы, чтобы я поделилась с ею в своем новом следующем видео, то обязательно рассказывайте мне ее в директе инстаграма или в моих личных сообщениях вконтакте. На все будет указана ссылочка ниже в описании. Ну а с этой историей мне поделился мой подписчик. Его зовут Никита. На данный момент ему 12 лет. Да, он мне разрешил называть его имя. Нам не придется придумывать какие-то фейковые. Эта история с ним произошла 4 года назад. На тот момент, когда вот это вот все с ним происходило... На тот момент, когда с ним это все происходило, ему было 8 лет. Тогда он вместе с друзьями захотел сделать, устроить пикник. Это был 2016 год, лето. Он взял вместе со своими друзьями, собрал все необходимое для пикника. Подстилка, еда, напитки и, естественно, хорошее настроение. Они решили устроить пикник в довольно-таки укромном, атмосферном, но в то же время странном месте. Дело в том, что на этом месте на них нападал, так скажем, маньяк. Этой истории я не знаю. Это совершенно другая история. Мне историю про маньяка не рассказывали. Поэтому ничего лишнего говорить я не хочу, дабы вас не деинформировать. Но также об этом месте ходили разные странные слухи, что там происходят какие-то паранормальные вещи и все в этом роде. Что там якобы могут жить всякие паранормальные существа, они там обитают, ну и тому подобное. Они решили на этом не заострять внимание и выбрали это место, потому что оно было достаточно атмосферным для пикника, хорошего настроения и все такое. Когда они уже все разложили, сели, начали кушать, пробовать всю еду, пробовать различные напитки, они ощущают какую-то странную тревогу внутри себя. И в этот момент подруга Никиты говорит, смотри там оборотень. Знаете, дети они так реагируют, то есть так, что прям, о боже мой, боже мой, что это? А для них все в новинку, все интересно, они познают мир и все дела. И она просто говорит, типа, ага, вон там оборотень. С таким, знаете, смешком и подколом. Другая подруга говорит, что вот, это просто собака, что ты там это, деинформируешь нас. Но когда они все начали всматриваться в кусты, им уже стало не смешно, потому что тогда они увидели что-то по-настоящему страшное. Честно, ребят, мне кажется, такой истории на моем канале еще не было. Было на моем канале про всяких маньяков, просто привидений, про нормальные вещи, но про оборотни не было ни разу. Вот это уже что-то новенькое. Возможно, все-таки это была собака какая-то бешеная, с какой-то болезнью или просто неизвестная для них порода. Если вам не слышно, как это все выглядело, собака стояла на задних лапах. Она была огромная. Она была не просто огромная, она была в размере с человеком, а то и больше. У нее были красные, огромные, ядовитые глаза, которые смотрели в сторону ребят. И, возможно, что-то им показалось, но, опять же, их было много, несколько человек. И неужели нескольким людям одновременно просто могло показаться что-то такое, учитывая то, что они не были до этого ничем напуганы. В итоге они решили пойти по домам. То есть это существо, оно ничего не делало. Оно просто вдалеке стояло, и было довольно-таки сложно его разглядеть. Они решили быстро собрать вещи и уйти оттуда, потому что, ну, согласитесь, стало не по себе. Мало ли оно могло накинуться или еще что-то. Просто оно, правда, не пугало ничем, кроме своего вида. Она не пыталась на кого-то накинуться или сожрать кого-то, я не знаю. Просто стояла и наблюдала. Ну, согласитесь, это тоже как бы, ну, такое. Мой друг провел подругу, одну из подруг до дома. Пообщались, попрощались и разошлись по домам. Но моему подписчику Никите пришлось идти обратно через это место, через этого волка, оборотня. Потому что в той стороне у него мама, она была в гостях, ему нужно было как раз-таки в то место. Но удивление, он прошел туда абсолютно спокойно. То есть не происходило ничего, опять же, странного, никто ни на кого не нападал. По-моему, он вообще не видел этого оборотня, когда возвращался к маме, как бы, к гостям. И он заходит в подъезд и просто поднимается на третий этаж, выглядывает из окна и видит, что там стоит это существо, как будто бы оно телепортировалось. То есть, вы понимаете, ребят, это какая-то мистика, связанная паранормальными явлениями и так далее с реальными событиями. Это очень странно, реально. Такой истории на моем канале еще не было. В тот момент Никита уже испугался, потому что, опять же, когда он был с друзьями, он был в компании. И это существо, оно стояло довольно-таки далеко, и было сложно понять, правда ли там кто-то стоит, или просто ребятам кажется. Тут же он отчетливо видел, что стоял на дороге, на асфальте, не знаю, на чем там, короче, на земле. Это чудовище. Просто особенно уже темнело, и на улицах никого не было, в подъезде тоже. Мало ли, что могло произойти, ребят, ему стало жутко, просто максимально не по себе. И он побежал быстро к маме. Он побежал на верхний этаж, где находилась его мама в гостях. Просто вломился и побежал через комнату. Побежал в самую дальнюю комнату в надежде спрятаться. И угадайте, что он там обнаруживает. Он видит, что в комнате стоит это существо с красными, ядовитыми, глубокими, целыми глазами и смотрит на него. И на тот момент оно выглядело каким-то нереальным. Как будто бы это была какая-то иллюзия или что-то паранормальное. Тогда Никита понимает, что это существо просто следит за ним. Оно идет туда, куда идет он. Сначала подъезд, лес, теперь комната. Ему стало очень страшно. И знаете, когда человек становится очень страшно, он не может пошевелиться. Он просто стоит и цепенеет, от страха. Я знаю это чувство, когда тебе настолько страшно, что ты не можешь даже пошевелиться. Это ужасно. Никита очень сильно испугался и побежал к маме на кухню. Естественно, он не стал рассказывать про это все, потому что его бы могли счесть как какого-то сумасшедшего мальчика, хотя это не так. Или вообще мама начала бы беспокоиться о его здоровье. Мало ли что у него там в голове происходит. Поэтому Никита ничего не рассказал. Он просто побежал к маме в комнату. Мама, естественно, очень сильно так насторожилась поведением сына. Но попив чаек за тарелочкой вкусного тортика, Никита успокоился. Все, в принципе, стало нормально. Он уже отдышался от страха. У него был еще такой момент, что он просто, скажем так, сидел, общался с мамой, посмотрел в сторону другой комнаты и видит там это существо. Он потом смотрит просто опять на маму, опять в комнату и нет этого ничего. Как будто бы реально какое-то месчизическое существо просто появляется, преследует его. Это ужасно, потому что после этого могут развиваться всякие панические атаки, галлюцинации. Ни к чему хорошему это привести не приведет. Поэтому, мне кажется, когда такое происходит, нужно сразу воспринимать это все серьезно. Потому что это все может привести к очень плачевному исходу событий. Ну а на этом моя история подходит к концу. Я очень надеюсь, что именно тебе она понравилась. Обязательно подписывайся на мой канал, подписывайся на все мои социальные сети. Ссылочку на них ты увидишь внизу в описании. Ну а на этом все. В субботу ролик с клоуном. Всех люблю. Целую, обнимаю и до новых встреч.